Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Спасибо, что заглянули! Мне настолько захотелось снять для вас мупанг, я смотрела свои старые видео, и одно из видео было вот на этом фоне, я решила обновить, возобновить! Но я, честно, смотрю при искусственном освещении, у меня лицо такое, знаете, страшное получается. И сегодня у нас с вами паста карбонара, немножко она остыла, здесь очень много сыра, поэтому все выглядит, ну, так себе, ну, это очень вкусно. Я вообще очень люблю сочетание макарон и сливок, я вообще очень люблю сливки жирные. Где мои салфетули? Салфеточки мои. Сегодня я сделала вторую дозу вакцины, я говорила вам, да? Первое видео сегодня я снимала совсем утром, а это прям вечером сижу, но решила сегодня опубликовать, если получится, если успею смонтировать. Мама меня ругает, говорит, нет, не надо монтировать, успокойся, ложись спать. Я сегодня просто рано встала, потому что мы должны были пойти на вакцинацию, пошли, сделали вакцину, уже нету этих ужасных очередей. Слава богу, наконец-то решили вопрос. Не знаю, как именно, наверное, открыли больше пунктов, где делают вакцину, но уже таких уж очередей нету. И слава богу. Мама себя замечательно чувствует, у меня очень сильно болит рука. Не как в прошлый раз, в этот раз намного сильнее болит рука. И вы прикиньте, там получается две дозы. Если ты на вторую дозу опоздал более чем на 4 дня, тебе опять делают первую. Впереди нас была женщина. Она так немножко скандал устроила. Немножко скандал, господи, что за выражение. Ну, в общем, она была очень недовольна тем, что ей опять нужно делать первую дозу вакцины. Она, получается, сделала первую дозу, а потом уехала куда-то. У нее не было времени приехать и сделать вторую дозу. Сыра многовато добавила, все так тянется, невозможно кушать. В общем, ее заставили опять делать первую. И она там недовольствовала. Но куда деваться, такие правила. Это даже не от врачей зависит, по-моему. То есть смысла с ними ругаться особо-то и не было. Правила для всех правила. Правила одинаковые. Вот. У меня сегодня был день вакцины. И я вот прям сегодня пошла и сделала. Мы сначала отправили двоюродного брата моего. А что нам всем в очередях стоять? Мы подумали. И он пошел чуток пораньше и сказал, вы приезжайте через час. Пошел. И он говорит, здесь 40 человек всего в очереди. И мы с мамой быстро одеваться туда-сюда. И к тому времени, пока мы пошли. Там уже вообще очереди не было. Вообще я поняла одну вещь. Вот я сегодня в банке была в 5 часов. Полпятого. Там никого не было. Я без очереди сразу. Буквально 2 минутки подождала. И все. Моя очередь. А попробую пойти утром. До хрена народу. Я не понимаю, почему все люди всегда идут в такие места именно утром. Хотя вечером никого нету. Зачем сидеть ждать? Я вот сегодня в банке свои вопросы решила. Вообще очень быстро. Что я делала в банке? Не секрет. Могу рассказать. Я положила депозит. Ну там небольшая сумма, если честно. Но просто это меня очень сильно мотивирует копить деньги. И каждый раз, каждую зарплату, те деньги, которые я буду откладывать, я буду ставить на этот депозит. То есть с момента покупки квартиры, это мой первый депозит. Дома ни копейки у меня денег нет. Если кто-то захочет меня грабануть, ребята, у меня ни хрена нет. Я все в банке храню. Во-первых, выгодно. Ты получаешь какую-то копеечку сверху. А что, дома будут лежать деньги, кто-то сверху там положит что-то? Нет, конечно. Конечно, на мою сумму за полгода накапает что-то. Эти полгода я буду добавлять к этой сумме еще, еще, еще. Ну как я поняла, там такое правило. То есть больше этой суммы, например, я положила, ну к примеру, полмиллиона я положила. Я могу дополнить эту сумму полмиллионом. И все. Я уже не в первый раз ставлю депозит. Я очень довольна. В любой момент ты все равно можешь забрать свои деньги. Просто ты не получишь проценты сверху. Чем хранить дома? Я думаю, лучше всего хранить в банке. Никто не знает, сколько у тебя бабок конкретно. Давайте сделаем вот так. А то я не могу так кушать. Сделаем вот так. Мне кажется, сейчас уже не так, как в 90-х. В 90-х... Так говорю, как будто в 90-х я прям там жила. Я помню, мы жили в частном доме, и у нас по соседству почти всех ограбили. Ну то есть с интервалом кого-то ограбили 4 года назад, кого-то в этом году, кого-то в прошлом году. Грабили. А сейчас, мне кажется, такого нету. Либо я переехала в другую страну, и здесь этого нету. Либо все мошенники, аферисты, все эти господа перешли на онлайн-режим и обманывают людей уже через интернет. Конечно, это все узнать не могу. Но в любом случае, мой вам совет. Так знаете, как родному человеку. А вы-то мне люди не чужие. Ну, правда, доверенному банку, понятное дело, никому попало. Но лучше в банке. Не введитесь на высокие проценты. Лучший банк, который вы знаете давно, можно даже государственный. Мама говорит, здесь очень много, ты не съешь столько. Блин, я голодная, я у стоматолога была. Я сразу спрашиваю, я говорю, я смогу поесть после нашей процедуры? Он такой, ну да. Через полчаса. Я только слава богу. В общем, отнесла, положила денежки в банк. И счастливо я сижу без гроша в кармане. Если честно, я немного, много отложила. А сейчас я думаю, как я буду жить до следующей зарплаты. В общем. Вы знаете, это очень вкусно. Это очень-очень вкусно. Здесь много сыра, мама не пожалела. Паста то, что надо. Правда, обычно ее готовят с беконом. А тут просто с колбаской. Салями. Насчет комментариев под прошлым видео. Хотелось бы ответить на несколько. Некоторые девчонки пишут, что вы два года вместе и до сих пор не поженились. Почему так? Почему не делаете предложение? И так далее. Вы знаете, это вопрос не ко мне. Это вопрос к нему. То есть я же не могу ему сказать, что сделай мне предложение. Когда ты мне сделаешь предложение, что ты именно мне не женишься. Это вопрос к мужчиням. Я не люблю подталкивать кого-то, что-то там, знаете, говорить. Ставить какие-то ультиматумы. Ну, это не мое на самом деле. Вот. Я считаю, что я достойная девушка. И я не должна никого заставлять на себе жениться. Что за бред? У нас темы про семью, про то и сё. У нас есть эти темы. И также у нас есть кое-какие планы. Например, в декабре должен приехать мой папа. Тай бог. Просто, знаете, я как-то боюсь что-то говорить. Боюсь, я скажу, потом что-то не получится. И получится, что я просто была болью. Поэтому я как-то стараюсь избегать эти темы. Но... но всё нормально. Я к тому, что некоторые спрашивают два года. Почему раньше он не сделал тебе предложение? Я же не могу как бы отвечать за него. Иногда мне такие вопросы задают. Почему он раньше не сделал тебе предложение? Ну, откуда я знаю? Я бы никогда не стала подталкивать, ставить ультиматумы. Либо я нужна человеку, либо не нужна. Не нужна? До свидуля. Как вкусно. Я реально не ожидала, что это всё смогу съесть. Я даже не наелась. Представляете? До такой степени вкусно. вкусно. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Я поела, наелась. Напишите, пожалуйста, свои вопросы к следующему видео под этим видео. Также обязательно подписывайтесь. Мне будет очень приятно. Всех люблю, целую. С вами была Эмили. Пока.